Тут проявилась восточная мудрость Мурада. Да, это было так приятно. Почему ты это не прочитала? Когда она мне это написала, меня пробило током. Я стараюсь балансировать, у меня нет такого, что, боже, мне уже плохо. Вот это сенсация. Сейчас наступил момент, когда я реально хочу детей. Ребята, сегодня я запускаю новую рубрику на своем YouTube-канале. Она будет называться «Вопрос-ответ». И в гости я позвала свою близкую подругу Ксению Аносову. Не очень люблю онлайн-шоппинг. Когда у тебя было метр семь из три? Улыбайтесь, это всегда классно на фотках. Я бы в масс-маркете не выбирала обувь. Наверное, один из тоже бьюти-секретов. Я очень люблю. Хотя я ей не верю. Я просто слышала обувь. Шучу, шучу, шучу. Тоже хороший вопрос. Дальше задала Иль Кристина. Она спрашивает. Ну, зачитаешь, все. Здесь очень много. Тут в основном слова восхищения. Не будем повторяться. Почему не похвалить меня? У меня такой вопрос. Что делать, когда человек стремится к своей мечте, а у него ничего не получается? И уже не хватает мотивации, чтобы продолжать? Что бы ты посоветовала? Вообще, в любом, неважно, это ваше дело, да, или ваше какое-то там, я не знаю, достижение, или часть вашей жизни, очень важно, чтобы у вас внутри была вера. Это одна из таких пинков внутренних самих же себя, вне зависимости от мнения социума. Вообще, психологи говорят, что существует три вида страха. Один. Это физический страх, когда мы боимся смерти, каких-то ранок, то есть то, что может принести физическую какую-то вред тебе. Второй страх – это социальный. То есть, когда общество навязывает какие-то правила или говорит это там хорошо или плохо, или нужно делать так или иначе, это там второй страх. И третий страх – это личные страхи, это наши фобии личные, да, которые так же там внутри. Типа высоты. Да-да-да, наши там тоже, там, они развиваются. И вот я бы хотела вернуться к социальному страху. Мне кажется, это в том числе от этого. Ну, вот все какие-то вопросы возникают, когда, ну, что-то не так, потому что мы оглядываемся постоянно на социум. Как, что о нас подумают. Как оценят. Да, как оценят. А правильно ли я делаю? А как, вот если я сейчас это делаю, делаю, например, которое я очень люблю и которым я горю, как это будет восприниматься? Вот это и есть этот страх. Вы должны увидеть и как-то обнулиться, ну, то есть это увидеть в себе, что мы оглядываемся, мы хотим быть хорошими для родителей, гордостью там для друзей. И очень часто мы уходим абсолютно не туда, ну, изменяя своим каким-то принципам, своим внутренним потребностям. Это, ну, это очень важно. Мы часто с тобой разговариваем на эту тему на самом деле. И тут нужно обнулиться, просто сесть, вначале посмотреть вовнутрь себя, реально ли это то, что вам нужно. И это то дело, которому вы бы хотели посвятить, там, свою жизнь или часть жизни. Если так, то вы должны просто отодвинуть все на второй план, начиная от мнений, заканчивая обстоятельствами, ну, к примеру, там, вы там живете где-нибудь на Севером полюсе, вам неудобно что-то делать. И вам холодно. Да, а просто жить этим. Потому что все наше вдохновение, да, меня часто спрашивают, к примеру, про вдохновение, оно на самом деле, первый раз об этом говорю, оно находится внутри нас и внутри нашего состояния. Да, мы можем вдохновляться от путешествий, да, мы можем вдохновляться от людей, от музыки, еще чего-то. Но это всегда вопрос нашего внутреннего состояния. И тоже часто об этом говорю, наш проект, когда он только начинался, множество людей, он был абсолютно неизвестен и непопулярен около полутора лет, и множество людей нам говорили, какой фигней вы занимаетесь, зачем вы вообще это делаете. Да, зачем вы это делаете. Это никому не интересно. Но мы продолжали верить и в себя, и вот в какой-то вот этот свет, и желание делиться тем, что мы видим. И вот только спустя полтора года, это большой очень срок, он стал популярным. Поэтому никогда не гонитесь за оценкой чьей-то особенно, а ориентируйтесь на себя. Мне кажется, вы только. Расскажите о ваших трех истинах, понимание которых пришло с опытом. Это сто процентов касается любви и отношений, что любовь не всегда это любовь с первого взгляда, что любовь с годами, она может расти. Этому мне научил Мурат. Сейчас все плачем, девочки. Это был личный момент. Раз. Два. Очень важно быть в моменте очень благодарным вообще за то, что у тебя есть на самом деле, потому что чаще всего мы начинаем ценить тогда, когда мы или теряем. Очень банальный пример, когда ты начинаешь болеть, ты думаешь, блин, мне ничего не надо, пожалуйста, можно я буду себя чувствовать хорошо. То есть это банально, но это реально так. То есть это вопрос благодарности. Ну и конечно же, очень важно то, чему ты знаешь, я тоже мы часто об этом с тобой разговариваю, насколько важно жить здесь и сейчас. Потому что мы или в воспоминаниях прошлого, или о том, какое будет будущее, а сами теряем момент жизни здесь и сейчас. Что, банально? Нет, хорошо. Кайпа Дея, лови момент. Самая банальная татуировка во всех салонах. Да, да, да. У меня... У тебя нет? Пока. Наташа, тут пошли вопросы, связанные с Кмурадом. Отлично. С отношениями, наконец-то, жаренькая. Вы ждали. Жаренькая. Клубничка. А Ушакова спрашивает, как вам удается не ревновать своего мужчину к флиртующим с ним в девушкам? Да, ты забыла пропустить. Два года с вами, слежу за вашей активностью, такой удивительный блог-стори. Безумно люблю вас с Мурадом. Почему ты это не прочитала? Вообще, изначально, когда мы только начали встречаться с Мурадом, я ревновала его, потому что предыдущие мои отношения были не очень, достаточно болезненными, и в моих отношениях, ну, то есть, мне изменяли, ну, были разные, разные случаи. Мы все помним этого козла. Поэтому, когда мы начались отношения с Мурадом, я вот как раньше привыкла, конечно, очень ревновала и не понимала. Но тут проявилась восточная мудрость Мурада и какая-то его сдержанность, и мы как-то со временем пришли, ну, вот к какому-то обоюдному доверию, потому что вот эти все надуманные, ах, он такой, а вдруг он там еще там с кем-то, а вдруг я это посмотрела или кому-то написала, то есть это, это мое личное неспокойствие, понимаешь, и моя личная неуверенность. Конечно, мы изначально много разговаривали. Я ему говорила, почему я переживаю. Это очень важно в отношениях разговаривать. Ты знаешь, я всегда советую. Но не во время секса. Во время секса разговаривать не надо. То есть мы всегда разговаривали, я говорила о своих беспокойствах, и это не значит, что нужно постоянно ныть, мы говорим, вот я тебя, там, я так переживаю или иначе. Но это, это твоя личная работа над самой же собой, чтобы доверять человеку. Если ты не доверяешь человеку, то вопрос не в человеке, а вопрос в тебе. Если человек реально тебе изменяет, но значит, наверное, это не твой человек. То есть это какой-то твой опыт, это какой-то твой этап, который тебе нужно... Кормический мужчина. Да, да, да. Который тебе нужно просто пройти. А нервничать, быть истеричной женщиной, это, мне кажется, самое последнее, что может быть. Хотя иногда можно немножко дать себе эмоции. У нас были этапы... Включить драма квинда. Да, пару раз. Ну, то есть как женщина, я могла там что-нибудь как-то покрепризничать в рамках приличного, но это только разжигало наши отношения. И ничего такого. И я всегда говорила, что в отношениях крайне важно уважение. То есть за 7 лет у нас, наверное, с Мурадом не было такого, чтобы мы вот прям матом, громко, грубо кричали друг на друга. Да, Кирилл? Что за смех из зала? Такого не было. Не было. Нет, мы могли там... Говорят, было. Не было. На самом деле, точка уважения это самое важное, чтобы вы не переходили какую-то грань друг к другу, потому что в сердцах можно наговорить какие-то слова очень сильные, которые потом невозможно вернуть. И это очень важно. Но на самом деле на этом вопрос от Аушаковой не закончили. Как вам удается не уставать друг от друга, хотя бы постоянно вместе? Да, мы постоянно вместе. Это и плюс, и минус в какой-то момент. Ну, то есть играет... то есть мы работаем и живем вместе. Новость. Блин, ребята, очень важно... О, клей наклейку. Черт! Две наклейки! Короче. Короче, тоже, по-моему, слово паразит. А ты разве, ни разу не говорила слова паразит? Нет. Ну, ты бы не услышала, значит, не было. Ладно, сейчас буду слушать внимательно. Хорошо. Когда ты любишь человека, ты постоянно находишься в каком-то интересе к нему. И это не только там физическая какая-то любовь, да, или какое-то уважение, о котором мы говорили до этого. Это процесс постоянного какого-то взаимодействия и, я не знаю, некой игры какой-то друг с другом. Потому что мне всегда очень хочется поделиться эмоциями с Мурадом. Мне всегда интересно его мнение. Мне всегда хочется там, я не знаю, держать его за руку. То есть это ну, это некий какой-то, я не знаю, теплоход, паровоз, машина, комета, все что угодно, которые невозможно уже остановить. И поэтому вот слово устал от человека ну, такого не бывает. Вопрос от Bejie27. Здравствуйте, Наталья. Вы не устаете от Инстаграма? Нет, не устает. Так, call me. Устаю ли я от Инстаграма? Да. Я стараюсь балансировать. У меня нет такого, что, боже, мне уже плохо, да, но вот этот вопрос витает в воздухе очень много. Вопрос из Дублина. Кто ваша муза, кумир, кто вас вдохновляет? Ой, таких людей, на самом деле, очень много. начиная от принцессы Дианы, заканчивая моей мамой, моими друзьями. И на первом курсе, помнишь ты или нет, нам задавал Пиманов написать эссе небольшое, кто ваш герой. И все люди писали там разные темы. Я помню, на мой взгляд, я тогда написал просто гениальную мысль, он этого не оценил, не поставили неут. Но я писала о том, что герои вдохновения это обычные люди, которые находятся, которые совершают ежедневный какой-то поступок героизм. То есть не обязательно быть королевой-матерью, чтобы кого-то вдохновлять. Вдохновить может соседний мальчик, который отдал свои игрушки, к примеру, в детском садике или женщина, которая воспитывает 10 кошек. Вот именно вдохновение. Ну и с последнего какой-то пример можешь назвать вдохновение? Кто тебя вдохновил из последних каких-то таких жизненных ситуаций? Я только вернулась со свадьбы моей близкой подруги Светы и Валеры. Конечно, вдохновляют люди, которые посвящают свою жизнь любви. И я говорила тост на свадьбе и звучало примерно так, что Света об этом не знала. Я говорила, что Свет несколько месяцев назад мы с ней переписывались в WhatsApp. И, конечно, мы обсуждали работу, хоккей, предстоящую свадьбу. И Света в контексте мне написала такие слова. Она сказала, я просто очень сильно хочу, чтобы он был счастлив. Когда она мне это написала, меня пробило током. И такие слова мог написать человек, который реально любит, который не показывает свои отношения на общий суд и который свои приоритеты ставит на второй план. Это, конечно, безумно вдохновляет. Наталья, добрый день. Детишек-то планируете? Я никогда не хотела особенно заводить детей, потому что надо. Потому что возраст, или потому что у нас была свадьба, после свадьбы принято рожать. Для меня это был какой-то момент моего внутреннего какого-то щелчка. И для меня это было очень важно. Я хотела это почувствовать. Вот сейчас наступил момент, когда я реально хочу детей. Я реально к ним готова, и Мурик очень и хочет. И, ну, дай бог нам, что у нас все получится. Но это так. Смысл вопроса в том, чтобы Наташа отвечала, было или не было. Ой, я... Наташа, ты когда-нибудь проводила более суток в одиночестве? Было. Ты когда-нибудь путешествовала одна? Да, это же история. Было ли, чтобы тебя выгоняли с уроков? Да, да, было. Было. Ты когда-нибудь сдавала экзамен на двойку? Да, у меня даже было, что я не допускала, но кто без этого? И я прогуливала, ну, конечно. Тебе было когда-нибудь на утро стыдно после громкой вечеринки? нервы, смеха. Конечно, нет. Ксюша, ничего не хочу сказать, но эти вечеринки были с тобой в том числе. Ты когда-нибудь встречалась сразу двумя парнями? Да. Вот слабенько. Ребятки, люблю вас всех, сорян, мне замужем. Они знают об этом? Не знаю, но это было давно. Ты когда-нибудь предпочитала компанию подруг свиданию с парнем? Да, было, и подруги, так как они у меня настоящие подруги, они меня понимали, но извините. Ты когда-нибудь покупала платье дороже 100 тысяч рублей? Да. А оставляла 100 тысяч рублей в ресторане? Мурат, да. Ну, за компанию, или день рождения, или какая-то большая. Ты когда-нибудь долго копила деньги, а потом шла и тратила их за один вечер? Да, это было так приятно. Я об этом не жалею. Ты когда-нибудь целовалась с парнем, которого знаешь всего несколько часов? Нет. Да-да-да-да. Конечно, нет. Ты когда-нибудь признавалась человеку в том, что ты его не любишь? Да, да, я говорю. Достаточно драматичный этот секс. Ты когда-нибудь хотела бросить все и, скажем, переехать на Бали? Да. Да, очень, и надеюсь, это когда-нибудь получится. Ты уставала от светской жизни и мероприятий когда-нибудь? Да, это происходит очень часто, я не хожу на них просто. Ты когда-нибудь стеснялась признаться, что ты не читала книгу и говорила, что ее читала? Да. Не читала ее, но говорила, что читала, потому что тебе слезала. Хотела поддержать как-то разговор, то есть я могла знать, о чем это, но полностью не читать. А вы так раз и не делаете. Последний вопрос, когда-нибудь забывала поздравить действительно близкого человека и с днем рождения? Я сейчас ни до кого не навекаю. Ты меня поздравила, ты не забыла. Вот именно, чтобы поздравить, забыла и поздравила. Близкого нет. У меня есть очень хорошие подруги, которые живут из других странах и я периодически путаю дату до сих пор, но они на меня давно уже не обижаются, они любят меня. Да! Ей! Кисать! Мы делали это! Ребят, если вам понравилась эта новая рубрика, пожалуйста, комментируйте, подписывайтесь и ставьте лайки. Мы будем продолжать эту рубрику. Мне кажется, было весело где-нибудь здесь. Та-дам! Та-ра-та-та-та-та-та-та- Что нам нужно? Пожарилировать еще? Да. Да? Выключаем? Да. Все, погнали! Ну, нормально было?